И сегодня я хочу поговорить про общение с пациентами как навык профессионализма врача прежде всего. Прежде всего, зачем нам это нужно? Общаться с пациентами нужно, чтобы, первое, определить, зачем они к нам вообще обратились. Собрать полную и точную информацию. Сообщить им необходимую информацию в том объеме, в котором они хотят знать. И чтобы эту информацию самый главный пациент запомнил, понял и мог использовать. Ведь это все в совокупности приводит к тому, что пациент будет выполнять назначение доктора. В ряде случаев плохая коммуникация с пациентами, в кавычках плохая, может привести к конфликтам, судебным искам и против жалобам. Поэтому эффективная коммуникация является такая профилактика. Различный конфликт. Навык общения с пациентами является таким же равномерным профессионализмом для врача, как и все остальные. Как и навыки постановки диагноза, навыки проведения химиотерапии, навыки сопроводительной терапии. Или для хирурга это мануальные навыки, при помощи которых он выполняет различные хирургические операции. И что самое главное, навыки общения с пациентами – это то, чему можно научиться. Да? Безусловно, есть доктора, которые обладают этими навыками как-то сами. То есть у них какой-то врожденный базовый эти навыки есть, но далеко не у всех так. И это можно научить. Это можно проверить. Можно провести специальные тесты и выяснить, какие доктора общаются более эффективно, какие менее эффективны. И даже можно проводить научные исследования на эту тему, выясняя, какие именно навыки эффективны в той или иной ситуации. Было проведено очень интересное исследование, которое показало, что практически в 70% случаев пациенты обращаются в суд. Это данные англоязычной литературы. Из-за того, что с пациентами как-то плохо поговорили. В основном врачи перебивают пациентов, они предберегают их мнением и ведут себя, используя модель патернализма. Что я доктор, у меня медицинское образование, белый халат, и я точно знаю, как лучше пациенту. Но я думаю, что особенно в онкологии не всегда то, что лучше доктору, будет лучше пациенту. И поэтому здесь науки принятия совместных решений с пациентами, они очень важны. Российские данные говорят о том, что тенденции те же самые, что и в мире. Есть такая общественная организация, называется Лига защитников пациентов. И пациент обращается у него в том случае, если у них есть какие-то проблемы с системой здравоохранения в России. Так вот, первая причина, почему они вообще туда обращаются, это проблема коммуникации. С медицинским персоналом, с администрацией лечебных учреждений. Поэтому навыки общения с пациентами являются таким, опять же, методом, позволяющим избежать большинства проблем и большинства случаев недопонимания. Российские научные исследования говорят о том, что в амбулаторной практике существуют следующие виды проблем в коммуникации. Был проведен опрос докторов поликлиник, ну, прежде всего, это терапевты и участковые педиатры. И было выяснено, что 41% врачей были уверены, что вот если пациенту дать свободно рассказывать в ответ на открытый вопрос, там, на что жалуетесь, или какова причина вашего обращения, то доктор думает, что пациент будет очень долго рассказывать свою историю, там, 5-10 минут, может быть, час. Да, действительно, такие пациенты есть, но все-таки это достаточно редко. 30% врачей считали, что если вот пациента не перебивать и позволить ему рассказать все, что он думает, все, что хочет сказать, то консультация будет неэффективной. И все мы понимаем, что в амбулаторных условиях время на коммуникацию и вообще на прием пациентов иногда бывает крайне ограничено. Общепринятая модель медицинской коммуникации в мире – это так называемая Калгари-Кеммерческая модель медицинской коммуникации, которая была разработана в 1996 году исследователями из Канады и Великобритании. Она глобально состоит из трех этапов. Первое – это то, что по центру. Это проведение нашей медицинской консультации, когда мы приветствуем пациента, выясняем истинную причину обращения его к нам, собираем анамнез, осматриваем пациента и сообщаем какую-то медицинскую информацию, разрабатываем совместный план действий. Еще двумя аспектами, очень важными, является постоянное создание доверительных отношений. Когда пациент приходит к доктору, он имеет базовый запас доверия к нему, потому что если бы доверия к врачам и традиционной медицины не было, они пообращались к представителям нетрадиционной медицины, и ряд пациентов так и делают иногда. И третий компонент – это навык структуры. То есть медицинская консультация должна быть структурирована. Это позволяет, первое, очень здорово экономить время, что актуально для амбулаторного приема, и позволяет проводить консультацию более эффективно, чтобы пациент понимал, запоминал ту информацию, которую говорит доктор, и самое главное – использовал ее на практике. Немножко собственных исследований. В своем телеканале я проводил такой опрос буквально два месяца назад и спросил аудиторию. Аудитория – это в основном доктора и люди, которые как-то интересуются этой темой. Вот какие же вообще проблемы у вас есть при коммуникации с пациентом? И на самом деле результат ожидаем. У большинства докторов, тех, кто ответил, проблемы с сообщением плохих новостей, потому что это действительно сложно. Это эмоциональная нагрузка как для пациента, так и для самого доктора. И общение в конфликтных ситуациях. И согласно данным научных исследований, причина этому – это, ну, первое, эмоции, а второе – такое относительное незнание, чего делать. Итак, что нас ожидает на начале медицинской консультации? Основными проблемами, которые существуют при начале медицинской консультации, когда мы только видим пациента, и нам нужно с ним поговорить, уяснить, что с ним случилось, и какова его к нам повестка, это то, что во всем мире врачи, скажем так, перебивают пациентов. Классическое исследование 1984 года, проведенное в США, показало, что врачи в среднем перебивают пациента через 18 секунд. Основная причина, почему они это делают – они начинают детализировать первую жалобу, которую высказал пациент. И таким образом пациент может пропустить основные жалобы, которые его действительно беспокоят, поскольку первая жалоба, которая была высказана пациентам, не всегда является клинически значимой и не всегда является той причиной, по которой он обратился. Начало медицинской консультации глобально состоит из трех этапов. Это подготовка, это установление первоначального контакта и определение истинной причины обращения. На этапе подготовки самое важное – это перед встречей нового пациента отложить все незавершенные дела. Если вы принимаете в поликлинике, то перед тем, как к вам зайдет новый пациент, вы должны завершить все записи предыдущего пациента и подготовиться к приему следующего. По возможности подготовить медицинскую документацию, рентгеновские снимки и прочие материалы, которые вам, во-первых, доступны и которые вам помогут провести консультацию более эффективно. При установлении контакта существует несколько последовательных событий. Но, прежде всего, это приветствие любым социально-приемлемым способом. При этом приветствие содержит как вербальный, так и невербальный компонент. Основным невербальным компонентом приветствия является зрительный контакт. Когда мы смотрим на пациента, нам интересен пациент. Когда мы смотрим на медицинскую документацию, нам интересна она. После этого нам необходимо представиться, как нас зовут, и какова наша роль в судьбе пациента. Безусловно, пациент, когда приходит к доктору, в большинстве случаев, может быть, знать, во-первых, к кому он приходит, потому что он записался, и примерно представляет, какова роль этого человека в его лечении. Уточнить, как можно обращаться к пациенту. Особенно это актуально, когда у пациента очень труднопроизносимое имя и имущество, а у него существуют, скажем так, приемлемые для него версии его имени. И здесь работает правило. Прежде чем что-то сказать, лучше спросить. После того, как мы поприветствовали пациента, установили с ним первоначальный контакт, нам необходимо выяснить, зачем вообще он к нам пришел, какова его проблема. И здесь существует ряд последовательных навыков, которые лучше всего использовать. Во-первых, использовать вводный вопрос. Это, как правило, открытый вопрос, который дает свободу пациенту рассказать, что его беспокоит. Затем науки активного слушания. И здесь самое важное — не перебивать пациента. И использовать навык обобщения. В том случае, когда мы собрали какую-то информацию и составляем такой воображаемый список проблем пациента, с которыми он к нам пришел. После этого проводим скрининг. Скрининг — это навык, который заключается в простом вопросе. А может быть, что-то еще вас беспокоит? И таким образом, если мы получаем ответ, да нет, доктор, это все, мы можем завершить этап установления причины обращения. И в конце мы должны формировать повестку консультации. Бывает так, особенно это связано с пациентами пожилого возраста и у которых большое количество сопутствующих заболеваний, что у них очень много проблем. Очень много заболеваний, которые имеют очень длительный стаж. И вопрос в том, что, первое, не все требуют решения прямо сейчас. Второе, некоторые проблемы в принципе невозможно решить. И вот самое важное, при котором формирование повестки и консультации позволяет нам достичь эффективной консультации, это договориться с пациентом, а что мы будем обсуждать прямо сейчас. Почему важно слушать? Навыки активного слушания позволяют прежде всего добиться, что пациент расскажет нам свою повестку и то, что его беспокоит. Врачи, как правило, используют закрытые, в основном используют закрытые стены общения, которые представляют из себя список закрытых вопросов, на которые доктор хочет получить ответы. И таким образом он формирует определенные представления о пациенте. Какие же есть компоненты активного слушания? Прежде всего, это простое молчание или пауза. После того, после каждой реплики пациента. Это позволяет, во-первых, нам услышать, что же сказал пациент, и показывает пациенту, что нам действительно интересно его слушать. Навыки фасилитации — это навыки стимулирования рассказа. Часто бывает так, что пациент достаточно немнелословен, а информацию нам от него получить нужно. Эти навыки позволяют получить большее количество информации и повысить уровень доверия к себе, как к доктору. Используются обязательно навыки нервального общения, которые постоянно связаны с нашим вербальным компонентом общения. Какие же используются навыки фасилитации? Прежде всего, это навык поощрения. Он осуществляется очень просто. Это соблюдение зрительного контакта. Мы должны смотреть на пациента и постойки его головой, который показывает, что нам действительно интересно его слушать. Навык повторения. Он заключается в том, что мы повторяем последнюю фразу пациента. Этот навык демонстрирует пациенту, что его не только слышит доктор, но слышит конкретно, что он говорит. У него создается впечатление, у пациента, что доктору интересно и заставляет его продолжить свой рассказ. Навык перефразирования позволяет доктору, скажем так, кратко обобщить, суммировать все то, что сказал пациент и проверить понимание, действительно ли доктор и пациент находятся на одной волне. Использование уточняющих вопросов для того, чтобы понять, что имел в виду пациент под конкретными терминами, которые он может иногда использовать. Навык обобщения представляет собой также создание списка проблем. И вообще, навык обобщения такой универсальный навык, когда доктор, может быть, запутался в консультации, когда медицинская история пациента крайне длинная, и пациент еще любит, скажем так, отклоняться от своей медицинской истории на какие-то другие темы. Навык обобщения позволяет очень быстро структурировать то, что уже сказали, и вернуть нашу консультацию в необходимое эффективное русло. На воскритинга вопрос «Что-то еще?» И если вы посмотрите на этот слайд, то начало медицинской консультации и определение истинной причины обращения пациента представляет собой некий цикл, когда мы задаем открытые вопросы, активно слушаем, создаем список того, что услышали, и задаем вопрос «Что-то еще?». И после того, как мы получили ответ «Доктор, это все?», мы можем заканчивать этот цикл. Если же мы такого ответа не получили, то мы повторяем цикл несколько раз. Повестка консультации действительно работает. Проведено несколько исследований, которые показывают, что это, во-первых, экономит время, повышает доверие к пациентам, поскольку мы заранее договорились о том, что будем обсуждать именно сегодня, а какие вопросы можно обсудить после. Навыки сбора информации по сути похожи на навыки начала медицинской консультации. И в 1989 году была предложена специальная модель коммуникации с пациентами, которая называется «Болезнь о подболезни». В чем ее особенность? Помимо традиционной модели, когда мы учитываем информацию о пациенте как о биологической модели, о его симптомах, синдромах, фоновых заболеваниях, здесь мы учитываем также, а как влияет его симптомы, синдромы, его болезни, на его стиль жизни. Часто бывает так, что пациента беспокоят не конкретный симптом или синдром, а то нарушение его стиля жизни, которое происходит. Например, он не может заниматься своим любимым видом спорта или своей любимой работой, или он понимает, что те планы, которые он строил из-за заболевания, мог никогда не сбыться. Навыки основные, которые используются при сборе информации, похожи. И основным навыком здесь является так называемая воронка вопросов, которая была предложена в 1983 году. В чем ее суть? При сборе анамнеза мы идем от открытых вопросов в закрытом, который позволяет получить сначала общий пул информации и затем его уточнить. После того, как мы собрали анамнез, переходит череда доктора говорить. То есть на первом этапе мы больше слушаем. Слушаем, обобщаем и договариваемся с пациентом о том, что хотим обсудить. После этого нам необходимо разъяснить какую-то медицинскую информацию о лечении, диагностике, профилактике, осложнениях лечения, и не что мы будем делать дальше. Основными проблемами является то, что или это обсуждение между врачом и пациентом информации не того объема, либо слишком мало, либо слишком много, или обсуждение информации не соответствующей потребностям пациента. Пациент не запоминает, не понимает то, что говорит доктор, в частности, из-за того, что используются медицинские термины. И, соответственно, он не выполняет те назначения доктора, которые есть. А в том случае, если коммуникация неэффективна, и по исходу этой коммуникации пациент получает заключение, где также медицинскими терминами или еще хуже сокращениями написано, что ему делать, скорее всего, он ничего не поймет и не будет это делать. Какие же навыки существуют на этом этапе? Они также выполняются последовательно. Во-первых, нам нужно узнать, а что уже знает пациента о своей проблеме, о своих симптомах, синдромах, о методах лечения. Потом нам нужно узнать, а что он хочет знать дополнительно. После этого, то, что он хочет знать, нам нужно рассказать дозированно, короткими фразами, с паузами и с проверкой понимания. И выяснение дополнительной информации, которая может быть полезна в его ситуации. В 2008 году было проведено очень интересное исследование в США, которое показало, что практически 68% пациентов перед обращением к доктору использовали Google для того, чтобы найти информацию о своих болезнях, о своих симптомах. И поэтому сначала нам нужно задать открытый вопрос, а что вы уже знаете? на свои болезни. Это позволяет нам сэкономить время и дальше строить более направленную коммуникацию, поскольку мы не будем тратить время на то, что пациент уже знает. Было проведено очень интересное исследование, которое хотел выяснить, а вот что интересно знать пациенту, которому поставили диагноз онкологического заболевания. И оказалось, что большинству процентов пациентов, а именно 86%, хотел знать абсолютно все. о причинах его болезни, о прогнозе, о методах лечения, об осложнениях, что будет, если не лечиться, может ли рак передаваться по наследству и так далее. И менее 3% пациентов хотят ничего знать и просто доверяются доктору. Навыка дозирования информации с проверкой понимания осуществляется очень просто. Нам нужно говорить короткими фразами так, чтобы одна фраза содержала одну конкретную мысль. После каждой фразы необходимо делать паузы. Буквально 1-2 секунды для того, чтобы первое, следить реакцию пациента на нашу фразу и понять, понял ли он то, что мы сказали или нет. И второе, это просто показывает пациенту, что нам не все равно, что мы не транслируем воздух, нашу информацию, не читаем лекцию медицинскую. После завершения определенного блока информации мы можем сказать, попросить пациента повторить то, что мы сказали или спросить, что осталось непонятным. И вот этот навык позволяет превратить врачебный монолог, который иногда выглядит как слушные лекции, в конструктивный диалог, поскольку эффективная коммуникация это прежде всего обмен информацией, а не транслирование ее в одну сторону. Сейчас, для того, чтобы принимать решения в медицине и в онкологии в частности, в онкологии особенностей, мы должны знать много научных данных. Согласно исследованиям, каждый день выходит огромное количество информации по различным разделам медицины, в том числе и онкологии, и примерно нужно узнавать, читать 70 статей в день крупных исследований, которые как-то влияют на тактику. Конечно, делать это невозможно, поскольку доктора работают. Если бы они читали статьи целыми днями, то они занимались только этим. Но тем не менее, эти научные данные как раз и содержат информацию, которая нам помогает общаться с пациентами и используется для принятия решений, в том числе совместного принятия решений. Поэтому, когда мы хотим говорить о рисках, лучше использовать следующие рекомендации. Не использовать понятие высокий риск, средний риск, умеренный риск. Потому что понятие риска у пациента, у всех пациентов различное. Для кого-то вероятность осложнения, допустим, проведения химиотерапии в 1% это очень высокая, а для кого-то в половине случаев является для него приемлемой. лучше использовать абсолютные цифры, а не проценты. Психологические исследования показали, что люди очень сложно воспринимают проценты. Вместо того, чтобы сказать, осложнение возникает у 10% пациентов, лучше сказать, что если мы возьмем 10 пациентов точно таких же, как вы с таким же диагнозом, с такими же заболеваниями, то, скорее всего, у двух из них возникнут осложнения, а у восьми не возникнут. Это позволяет воспринимать пациенту информацию более осознанно и более персонализированно для себя. Также очень помогает использование наглядных материалов, различные инструкции, брошюры. Например, очень здорово работает при объяснении пациента ход какой-то хирургической операции. Выстраивание удовлетворительных отношений является третьей частью выстраивания медицинской коммуникации. И какие же существуют вообще варианты взаимоотношений между врачом и пациентом? Их три. Первое – это патернализм, когда основную роль играет врач, потому что у него есть медицинское образование, и он диктует пациенту, что делать. Второе – это, наоборот, потребительское отношение, когда пациент воспринимает медицину как некую услугу, и он задает, скажем, все тренды лечения, то есть, что он хочет, то и получает. И врач выступает в роли некого исполнителя его услуг. И третье – самый эффективный, который доказал свою работу – это партнерские отношения, когда идет совместное обсуждение проблем пациента, доктором и пациентом, и учитываются все факторы, а не только медицинские. Какие же навыки необходимы при устраивании доверительных отношений? Доверительные отношения позволяют сделать коммуникацию эффективной и научные исследования показывают, что если доктор и пациент доверяют друг другу, то результаты лечения намного выше. Они намного выше потому, что пациенты, как правило, исполняют рекомендации тех докторов, которым доверяют. Во-первых, это навыки невербального поведения, о них чуть позже. Это навыки принятия или реакции принятия, который является достаточно, скажем так, широко используемым и очень полезным практически во всех ситуациях. И наук эмпатии. Глобально вербальное и невербальное общение отличается тем, что вербальное общение мультимодально призвано выражать какие-то мысли. Невербальное общение мультимодально и выражает какие-то чувства и эмоции пациента. И общение, конечно же, происходит одновременно и вербально и невербально. Основными невербальными компонентами общения является прежде всего поза. И существует две основных позы в психологии. Это открытая и закрытая. Конечно же, нам лучше использовать открытую позу, когда мы сидим на стуле, расслаблены, наше тело направлено в сторону пациентов и мы соблюдаем зрительный контакт. И было проведено несколько исследований, которые показывают, что мы соблюдаем зрительный контакт, доверие к нам выше. То есть, если посмотреть на этот слайд, то картинка, которая справа, показывает, что доктор интересуется пациентом. И пациент больше доверяет такому доктору. Психологам было установлено, что оптимальная дистанция при коммуникации составляет примерно 1,3 метра. Но учитывая сегодняшние реалии и рекомендации, лучше, конечно, поддерживать социальные дистанции. Барьер. Любой барьер в виде стола или стула, который есть между врачом и пациентом, воспринимается пациентом как некий барьер, то, что врач уже занимает его выше положение, и он, скорее всего, будет диктовать условия. Поэтому по возможности при общении с пациентом в полотонных условиях, да и вообще, лучше не использовать никаких барьеров. И самое простое, не садиться возле стола друг напротив друга, использовать, допустим, угол стола для того, чтобы между вами не было барьеров. Наук реакции и принятия заключается в следующем. Мы должны принимать все чувства, мысли, идеи пациента вне зависимости от того, какими бы странными и абсурдными они не были. то есть нам нужно сделать так, чтобы нормализовать эти чувства, чтобы пациент понял, что то, что он думает, то, что он считает, это абсолютно нормально в его условиях, и то, что те выводы, которые он делает, абсолютно нормально, учитывая те источники, которые он использует. И этот навык очень полезен при решении конфликтов. Навык ампатии позволяет нам также создавать доверительные отношения с пациентом и их поддерживать. Существует достаточно сложное определение психологическое, что такое эмпатия, то есть это некая эмоциональность и переживание другому индивиду, согласно Википедии. Достаточно сложно. И для врачей, особенно для хирургов, придумали такой алгоритм, что такое эмпатия. И чтобы выразить эмпатию, нам нужно самое главное это отреагировать на эмоцию, которая есть. То есть реакция это ключевой алгоритм. Нам нужно назвать эмоцию, нам нужно выразить понимание, что эта эмоция в данных ситуациях абсолютно нормальна и скорее всего мы в ситуации пациента испытываем точно такую же эмоцию. Потом и третий шаг это оказать поддержку, чтобы пациент понял, что он остался не один на один со своей проблемой и то, что доктор ему поможет не только конкретными медицинскими советами, но и психологически. какие же есть ошибки при работе с конфликтами, когда мы понимаем, что сейчас есть конфликтная ситуация и как бы нам ее не сделать хуже. Первая ошибка это ответ на провокацию, то есть это контраргументы, либо ответ на обвинение пациентов, либо ответ на обида, то есть это контрпродуктивно. либо преждевременные действия для того, чтобы переубедить контраргументы, успокоение пациента всеми способами или сразу предложение альтернатив. Партнерские отношения в этом случае подразумевают, что пока мы не приняли позицию пациента, он никогда не будет принимать нашу позицию. Здесь есть определенный алгоритм, состоящий из трех шагов. Первое, нам нужно выслушать все то, что говорит пациент. Желательно не перебивать его. Потом нам нужно принять все то, что он говорит, вне зависимости от того, каким бы странным это ни звучало и как бы это ни звучало. И только после этого уже предложить какие-то свои альтернативы и контраргументы. И последняя часть это плохие новости. Плохие новости это та информация, которая кардинально изменяет вообще взгляд пациента, его мировоззрение, взгляд пациента на своей жизни дальнейшие планы. Это определение было опубликовано в статье известного исследователя области коммуникации Ричарда Бэкмана, канадского исследователя. Какие же есть, существуют основные подходы, которые используются во всем мире при сообщении плохих новостей? Прежде всего, это прямой, когда плохая новость, например, что у пациента впервые диагностирована злокачественная опухоль или то, что идет прогрессирование злокачественной опухоли или то, что мы, к сожалению, не сможем дальше лечить пациента, сообщается сразу, быстро, без пауз, примерно за 30 секунд. Второй способ это последовательный, когда то же самое происходит, но более растянутого времени. И третий, самый плохой способ, это когда плохая новость вовсе не сообщается. Она сообщается как-то завуалирована таким образом, что у доктора создается впечатление, что он все-таки ее рассказал и снял из себя эту ответственность, в том числе психологическую, но пациент так ничего не понял. То есть, есть это плохая новость или нет. С целью улучшить вот этот процесс сообщения плохих новостей и сделать его больше удобным для врачей и эффективным для пациента были разработаны различные протоколы. Прежде всего, основным протоколом является протокол SPIKES, который был опубликован в 2006 году исследователями из MD Anderson. Он состоит из шести шагов, которые заключаются в следующем. Во-первых, нам нужно подготовиться к беседе, потом оценить восприятие пациента, готов ли он прямо сейчас воспринять нашу плохую новость. И здесь основное правило, прежде чем сказать, лучше спросить пациента. После этого нам нужно получить приглашение пациента на сообщение плохой новости. И только после этого сообщить плохую новость короткими фразами с более длинными паузами с проверкой понимания. После четвертого шага наступает эмоциональная реакция пациента, которая неизбежна. Ведь здесь мы должны использовать алгоритм эмпатии, о котором мы уже говорили. И после этого, только после этого перейти к обсуждению дальнейших действий, что же нам делать дальше. И обязательно нужно спросить пациента, готов ли он после сообщения плохих новостей вообще что-то обсуждать. Либо лучше перенести диалог на другую консультацию. Я кратко попытался рассказать, какие навыки существуют и которые из них эффективны. В принципе, по этой ссылке можно пройти бесплатный очень базовый курс по навыкам эффективной коммуникации. Спасибо большое за внимание. Буду рад ответить на вопрос. Поехали.